Заметка электрика Там видите якорь подтянут Земляная защита здесь выполнена на сигнал через реле времени Вот реле времени подтянута, видно Выдержка тут около 1 секунды Вот фидер у нас включен, нагрузка около 60 ампер И вот у нас висит блинкер Он не поднимается, так как защита сейчас в данный момент находится в действии Вот защита опять сработала То есть идет, клюет Клюет, где-то замыкание на землю идет в кабеле Видите, реле замкнуты его контакты Накры подтянут Периодически срабатывает Вот видите, сейчас сработал Надо искать повреждения Земляная защита работает Это реле у нас RT40-02 Вот видите Отпало Это у нас выпал блинкер защиты замыкания на землю на ячейке ТН Откуда приходит сигнал уже с отходящего фидера Здесь по киловольтметру у нас все напряжения в норме То есть линейные ABC10 и фазные по 6 киловольт А тут оказалась очень интересная ситуация Оказывается у нас на другом фидере тоже срабатывает земляная защита Эти два фидера это у нас два ввода на распределительную подстанцию 10 киловольт И вот на этих двух фидерах у нас срабатывает земляная защита Причем вот одновременно, как вы видите Вот это я сейчас вам показываю второй фидер У него нагрузка тоже здесь порядка 80 ампер Вот блинкер, сигнал замыкания на землю висит Желтая лампа То есть вот реле земляной защиты и реле времени у нас То есть выдержка на сигнал На панели ТН в другой секции Также у нас имеются все фазные и линейные напряжения в норме Ну как вы видите здесь они у нас имеют тип НТМИ Кстати о трансформаторах НТМИ у меня есть на канале отдельное видео подробное Также у меня есть видео о замене данных трансформаторов на группу трансформаторов На группу однофазных трансформаторов Тризнула Так вот как видно по значениям киловольтметров Здесь нареканий по напряжению нет Как фазным так и линейным они находятся в норме Да и здесь у нас имеется защита контроля изоляции 10 киловольт Которая в случае замыкания какой-либо фазы на землю Она выдаст свой сигнал Здесь же защита киза у нас молчит А значит можно сделать вывод Что на этих двух фидерах у нас земляная защита срабатывает ложно Но вопрос встает А почему она срабатывает одновременно и сразу на двух фидерах? Ну давайте разбираться дальше Так вот на этой распределительной подстанции производили вывод в ремонт одного из трансформаторов И производили это без погашения потребителя по низкой стороне Так вот чтобы это осуществить необходимо было запараллелить эти две секции То есть первую и вторую секцию необходимо запараллелить через межсекционный выключатель Что собственно и было сделано В общем произвели эти мероприятия Все это вывели в ремонт как полагается Все согласно бланка переключений Все согласно задания по наряду И в дальнейшем стали распараллеливать эти две секции Так вот в момент распараллеливания А то есть именно в момент отключения масляного выключателя типа ВМГ-133 Произошла следующая ситуация То есть фаза А и С разомкнулись А фаза Б у нас осталась замкнутой Вот он у нас этот самый выключатель ВМГ-133 Ну я вас уже с ним тоже как-то знакомил Когда рассказывал про уровень масла в этих бачках Как оно контролируется и к чему может привести Низкий уровень, высокий уровень и так далее Так что вот этот наш самый ВМГ-133 Так вот как я уже сказал У нас фаза А и С разомкнулись Вот видите свеча у нас идет А вот фаза Б Вот эта вот свечка Вот этот контакт Она у нас осталась внутри бака выключателя То есть она осталась у нас замкнутой Вот так вот У меня к сожалению фотографии не осталось Запечатленного данного процесса Кстати эта ситуация очень и очень частая Часто наблюдается вот именно на таких выключателях То есть вот с такой системой изоляторов Вот эти вот изоляторы Их еще называют серьги, сережки Они в момент коммутации У них обрывает вот этот фарфоровый сам изолятор То есть юбку, около юбки И получается что тяга-то идет Всех трех полюсов А при обрыве юбки изолятора Сам стержень остается у нас замкнутый Сам контакт силовой Остается в выключателе А рама с тремя полюсами как бы размыкает остальные полюса И вот здесь произошло то же самое Это в принципе ситуация достаточно Можно сказать штатная Часто встречаемая Кстати в отличие от других выключателей Где уже немножко по-другому Выполнена система вот этого Без вот этих изоляторов Включаю Включаю Вот у нас он включился Видите все свечи вошли в бачок Отключаю Отключился Все вы знаете что при параллельной работе У нас возникают в системе уравнительные токи Эти токи имеют одинаковые значения по водам и по фазам А значит не приводят к срабатыванию земляной защиты Что же произошло при неотключении фазы Б А произошло следующее Токи уравнительные фаз А и С стали равны нулю А уравнительные токи фазы Б Вода номер один и вода номер два Это вот те самые фидера Где у нас срабатывала земляная защита Там протекал в фазе Б Ток больше чем в остальных фазах А соответственно это привело к небалансу И соответственно к срабатыванию реле тока земляной защиты То есть для защиты это является ненормальный режим Она эти токи улавливает И соответственно выдает Реле срабатывает И выдает сигнал в предупредительную сигнализацию Уравнительный ток возникает как по первому вводу Протекая через первый ввод В сторону распределительной подстанции Так и со стороны питания То есть со стороны второго ввода То земляная защита на обоих этих вводах и срабатывала Что я вам и показал в самом начале видеоролика В общем вот такая вот случилась у нас нештатная ситуация С сложным срабатыванием земляной защиты Кстати я еще на своей практике могу сказать Что изначально даже когда я приехал на неисправности Еще когда подошел к самому первому вводу Я понял что это срабатывает у нас не земляная защита Я присутствовал неоднократно Прямо непосредственно на подстанции Когда у нас было однофазное замыкание на землю Поверьте мне там это не понять очень сложно Там начинает вибрировать, трястись Все оборудование Появляется какой-то нестандартный гул Шум и все такое прочее То есть прямо вот это начинает сразу чувствоваться А здесь как-то так спокойно Реле у нас срабатывает, отпадывает, срабатывает, отпадывает По опыту сразу было понятно Что скорее всего это ложное какое-то срабатывание Ну в принципе вот причину мы нашли То есть вот такая вот у нас ситуация То есть это у нас питонное распределительное устройство Сокращенно БРУ Старое, еще одно из первых То есть это сборная секции шин Вот они там идут Кстати на этой подстанции была авария Как-то лет пять назад по-моему Что-то тут протекла крыша у нас И перекрыла вот эти сборные шины Я наверное тоже сюда приложу фотографии Для информации, посмотрите Субтитры создавал DimaTorzok Вот эти вот три вывода, которые идут на ту сторону Это у нас установлен там трансформатор напряжения ТН, который стоит на секции А это уже идет ответвление на межсекционную ячейку То есть это вот разъединитель со стороны первой секции Дальше идет у нас выключатель Трансформаторы тока Защита тут соответственно Ну защита у нас вынесена на отдельную панель И вот у нас пошли три фазы на другой этаж На первый этаж Там у нас уже сборные шины первого этажа Вот там еще раз напомню У нас идет три фазы сборные шины Вот они у нас приходят на разъединитель Шинный разъединитель Дальше вот эта вот у нас часть Это у нас уходит на ту сторону Это там установлен у нас выключатель В данном случае масляный И в принципе все Вот она Здесь у нас установлен контактор включения КП Здесь установлен автомат соленоидов Цепи соленоидов Это у нас рукоятка нашего шинного разъединителя И рукоятка кабельного разъединителя РП и РК И соответственно наш электромагнитный привод Достаточно старенький Это у нас ПС-10 ПС-10 Здесь у нас клемма вторичной коммутации В общем так вот Привод кстати относительно надежный Но мне он не очень нравится Я больше предпочитаю П-11 И соседочки плохо видно И вот с той стороны у нас С масляного выключателя Три выхода Дальше стоят вот эти старенькие Торсформаторы тока ТПФМ И идут у нас на кабельный разъединитель Ну и здесь соответственно уже кабель Так вот вкратце если Здесь видите еще Старые кабели Используются в свинцовой оболочке Вот они То есть одна из первых подстанций И она наверное сорокового какого-нибудь года Где-то в таком районе Единственный минус Что вот этот вот выключатель Который находится за стенкой Он находится со стороны улицы И работать там зимой Ну или в межсезонье В такой вот осенью Ранней весной Очень некомфортно, холодно Да и в самой это подстанции В принципе из-за вот Тонны бетона В принципе Не Ташкент Здесь Ну вот в принципе на этом все Кому понравилось видео Обязательно ставьте лайки Обязательно подписывайтесь на канал Также не забывайте подписываться на мой инстаграм Там я публикую очень много Коротеньких видео С моих рабочих будней Какие-то такие небольшие ситуации О которых я не рассказываю На просторах ютуба Фотографии также выкладываю Какие-то свои мысли и так далее Все это есть в ленте публикаций Или в сторисах А также подписывайтесь на мой чат в телеграме Там нас уже практически полторы тысячи человек Специалистов, электриков И не только Там и начинающие есть И домашние мастера В общем уже образовалось некое сообщество Там мы ежедневно обсуждаем Различные интересные ситуации Задаем друг другу вопросы По мере необходимости Помогаем друг другу Просто общаемся на темы Электротехнические темы Ну и близко связанные к этому Всем добро пожаловать Ну а на этом все Всем спасибо за внимание Ну а с вами как всегда был Дмитрий Автор канала Заметки Электрика До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok